Дождевая вода Строительство центральной кольцевой автодороги. А всего через пару метров СНТ-строитель, в котором постоянно живут люди. Но это одна из наименьших бед, говорят жители. Второй год они живут без воды. Мы хотим, чтобы у нас была вода. И мы очень просим, чтобы вы нам помогли. Разобраться в ситуации, которая сложилась в СНТ-строитель. В связи с дорожными работами приехали представители территориального управления МЦУР, ЖКХ и управление транспорта. Объединили усилия, чтобы помочь жителям. Когда все это начиналось, мы выдавали автодору технические условия. И там был такой по поводу воды пункт. Обеспечить временное водоснабжение. А потом перейти к восстановлению разрушенного. То, что стояло на земле 60 лет, снесли за два дня. Единственный водонапорный узел, снабжающий весь поселок, в прямом смысле встал на пути масштабного проекта. Стройку начали в июне прошлого года. Участок центральной кольцевой автодороги, который по плану свяжет Звенигород и Киевское шоссе, проходит через СНТ-строитель. А именно через 25 освоенных участков. Всего в поселке их 122. На одном из них и располагались объекты водоснабжения. Здесь указано врезка, в проектируемый водопровод водонапорной башни. Это о чем говорит? О том, что они проектируют водонапорную башню? Да, об этом и говорится. Вот. Это важный момент. Снесли, значит, должны компенсировать. Санитарная зона для нового ВЗУ в проекте есть, а фактически его нет. По мнению жителей, перед началом большой стройки нужно было обеспечить альтернативные источники водоснабжения поселка. СНТ ни по закону, ни по санитарным нормам без водопровода существовать не может. Работы на объекте проводит государственная компания «Автодор». По плану они должны были завершиться в конце 2023 года. С проектной документацией жители ознакомили, собственники, через участки которых прошла дорога, получили положенные компенсации. Тот, на котором находится ВЗУ, тоже выкупили. Правда, без учета уничтоженного имущества. В связи с длительным процессом изъятия в судебном порядке отдельных земельных участков в СНТ «Строитель», подрядной организацией ООО и ФСК «Аркс» не завершено освобождение земельного участка, на котором запланировано строительство артезианской скважины и водонапорной башни. Полное завершение работ по строительству объекта запланировано до конца текущего года. Приносим извинения за причиненные неудобства. По поводу того, что здесь должна быть водонапорная башня, она строится за счет, я насколько знаю, СНТ самого. Представитель подрядчика, который присутствовал на встрече, по его собственному признанию, ситуацией владеет не до конца. Однако официальную позицию компании подтвердил. Ситуация сложная, ситуация требует решения. Мы будем совместно искать эти пути решения. Все зафиксируют, подготовят обращения в различные инстанции, подключат необходимые службы, чтобы наконец закрыть затянувшийся вопрос с водоснабжением СНТ. Жители уверены, на отведенной для строительства территории уже можно начинать работы, а не ждать завершения масштабного проекта. Тем более, что сроки его пока неизвестны. Татьяна Верняковская, Андрей Безуглов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...